тема фит опять выставляет себя без футболки всем привет это новая рубрика на канале такие ролики будут выходить каждую неделю по четвергам рубрика называется такие новости какие блогеры такие новости в общем я решил рассказывать не только про курсы блогеров но и про события которые происходят вокруг этих блогеров предупреждаю этот формат может не понравится но дайте ему шанс а уже через пару дней на этом канале выйдет ролик с разбором курсов от блогера которая любит путешествовать и активно использует тиндер поэтому подпишитесь на канал чтобы увидеть этот ролик самым первым алина левда ботановна выпустила клип на песню зависимо я без оружия ты очень нужен мне поет ботановна я без оружия ты очень нужен мне пела недавно полина гагарина такое чувство что теперь плагиат нужно искать не только в курсах но и в песнях instagram блогеров тем более что пение у них стало очень популярно в последнее время у ботановны мне клип показался бессмысленным текст песни таким же в конце 90-х начале нулевых очень много было похожих песен от певиц однодневок и instagram блогеры сегодня своими песнями решили отбросить нас на 20 лет назад спасибо не надо люди в комментариях удивлялись как много автотюнов песни ботановны странно что они не удивляются как много фотошопа в инстаграме ботановны еще одна певица блогер катя чик которая призывает онкобольных не слушать врачей и разговаривать со своим раком выпустила клип на песню сияй ролик набрал более миллиона просмотров и всего 140 комментариев подозрительно если на видео много просмотров и почти нет комментариев значит просмотры просто накрутили также вокалом занимаются крейда марго совчук новикова муа рейра выпустила уже даже трек дико деловая непонятно за что нам это все бизнес бейба туся из деревни в который раз говорит о своем выгорании я не совсем понимаю если эти инстаграм-блогеры зарабатывают в тысяча раз больше среднестатистического человека при этом работают раз сто меньше какие вообще у них могут быть проблемы сделала чек-лист за пять минут заработала пару миллионов и выгорела вся самая популярная стример в россии тендер любая в своем телеграм-канале рекламирует ставки на спорт и прочий обман тендер любая это та которая всегда ходит в маски и никто никогда не видел ее лица ежедневно в телеграм на 150 тысяч подписчиков подростков тендер любая вещает о ставках на спорт и рекламируют непонятные каналы которые просят вас отправить 100 рублей а они вам за это обратно переведут 50 тысяч запомните если у вас просят куда-то перевести деньги даже небольшие например оставить закрепляющий платеж или оплатить комиссию вперед с вероятностью сто процентов вас обманут и вы просто сделаете очередную тендер любая немножко богаче настя ли пляшет в трусах и готовит секретный проект по нетворкингу с михаилом грибовым михаил грибов тоже стал снимать stories трусах до этого не снимал странная тенденция но многие блогеры за которыми я сейчас наблюдаю очень часто выкладывают stories в трусах блогеры но вы же много зарабатываете купите себе одежду наконец короткая рубрика читаю ваши письма в инстаграме процветает семейство зож аферистов их зовут юлия евгений братишка они уже много лет обманывают людей сначала делать бесплатные марафоны затем объявляют о наборе на платных собирают деньги и пропадают ничего не проводят всех кто задает вопросы возмущаются они банят набирают новых ничего не подозревающих подписчиков и так по кругу они уже несколько раз меняли название профиля сегодня они переключились с темы зож на эзотерику и психологию вот такие братишки которые нам не братишки им осталось еще и на грамму начать продавать настя тропе марго совчук и данил матухну поехали на mastermind петра осипова каждый участник заплатил полтора миллиона рублей создателю бизнес молодости я начинаю верить с добро и справедливость в этом мире когда вижу как одни инфо цыгане разводят других инфо цыган instagram блогеры собирают у подростков деньги которые им дали родители на обеды а затем бизнес молодость собирает деньги у этих инстаграм-блогеров это прямо какая-то вселенская справедливость пинок мейкер ксюша лебедева готовит курс по копирайтингу от золушки до гуру фриланса ну туман продает курс по созданию сайдов на тильда при условии что сама тильда обучает этому бесплатно книгу саши метрошиной заметили на доме 2 успех пришел откуда не ждали юля магина продает вебинар по увеличению зарплаты говорит что ее вебинар воспринимается негативно но при этом очень хорошо продается даша козловская анонсировала новый гиф при этом три подряд аккаунта гива instagram заблокировал поэтому даши пришлось проводить гиф прямо на своем двухмиллионном аккаунте странно почему instagram не заблокировал и его сама даша сейчас участвует в гиве от насти ивлеевой ивлеева нагнала спонсором уже примерно 160 тысяч подписчиков это к слову о том откуда в принципе у инстаграм-блогеров берутся подписчики в гиве у ивлеевой 143 спонсора там и саша метроушина и авдоклар и адель сергеевна и ботановна и много кто еще также свой гиф анонсировала лера полиганская stories она показывает нижнее белье и просит угадать какого цвета у нее патчи очень оригинальный контент блогера миллионника ольга кравцова продает вебинар по stories в instagram и репостит вот такие stories своих подписчиков у них якобы жизнь изменилась после просмотра вебинара я никогда не понимал зачем обычные люди выкладывают stories как они проходят курсы блогеров эта надежда привлечь к себе внимание возможно людям просто нужна помощь бьюти балагур даша архипова призывает деньги с помощью арома палочек и готовит новый гайд по косметике другой бьюти блогер вася визажист который смог начал использовать мат в огромном количестве также он готовит свой первый трек и всевозможные платные гайды у вас и очень интересно развивается карьера он побывал на майкапперах связался с тусовкой российских инстаграм-блогеров отрекламировал фен-фаталь извинился за фен-фаталь и стал выпускать многочисленные гайды курсы и консультации по инстаграму потеряли парня тренер бизнес-молодости настя трофимова рассказала что заказала рекламу блогера а блогера заблокировали в инстаграм хорошие новости от насти трофимовой катя будущая миллионерша качонок рекламирует курсы для визуал менеджеров видимо курсы для обычных менеджеров в instagram плохо продаются ждем от кати качонок после визуальных менеджеров также аудиальных менеджеров тактильных менеджеров и вообще-то мне паха на поле менеджеров параллельно качонок работать над своим вебинаром тело и дело я так понимаю что она продает 34 новых курсов в месяц очень талантливая качонок друг маргосовчук ибрагим написал про неудачный запуск онлайн-школы для стоматологов мол они все сделали правильно но получили 0 продаж ибрагим если ты не планируешь становиться инфо-цыганом то послушай совет по этой ситуации то система продаж благодаря которой блогеры из твоей компании продают бесполезные курсы она работает только на подростках если ты решил связаться с медициной а это одно из самых сложных направлений в маркетинге то здесь вот так продавать не получится найди компанию например производителя зубных паст или любую другую которая будет заинтересована во внимание стоматологов к своей продукции брендируй свои обучающие материалы для стоматологов под продукты этой компании например при монтаже добавь упоминание что материалы созданы при поддержке данной зубной пасты а итоговый продукт отдай стоматологом бесплатно то есть тебе платит производитель зубной пасты ты делаешь его партнером своего обучающего продукта а свой обучающий курс отдаешь стоматологом бесплатно это единственный вариант заработать деньги на продукте который ты сделал врачи никогда не будут покупать медицинскую информацию потому что они знают где взять ее бесплатно а главное ибрагим не становись инфо-цыганом подписывайтесь на канал всем пока